Здравствуйте, в эфире ДПСНО ОТС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Для очевидцев женщина еле стояла на ногах, ругалась с пассажирами и даже учинила драку. Не ехать, не ездить пока. Пошли. Сам пошла, что п***. Правильно. Это уже, по-моему, перебор. Комментаторы в социальных сетях пошутили, что дама находится не в самом рабочем состоянии. На замечания недовольных попутчиков она отвечала только бранью. Грубила пожилым людям, пинала пассажиров, которые ей не понравились, и призналась автору ролика, что употребляют спиртные напитки. Водку не пьем. Пиво. Если видео заинтересуются правоохранительные органы, то в лучшем случае женщине может грозить воспитательная беседа, а в худшем сибирячка может лишиться работы. И в продолжении темы городского транспорта. Штрафы для безбилетников могут увеличить в 10 раз. С таким предложением выступил начальник профильного департамента мэрии Константин Васильев. Дело в том, что сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи Новосибирска активно переводят на систему бесконтактной оплаты. При входе пассажиры должны приложить карту к терминалу. Тем, у кого наличка, должны подойти к кабине водителя, чтобы взять билет. Кондукторов в таком транспорте нет. Изредка появляются ревизоры. Поэтому нечестные новосибирцы не упускают возможности проехать несколько остановок бесплатно. Сейчас штраф для безбилетников всего 100 рублей. Но уже в скором времени его могут увеличить до 1000. Депутаты поддержали такую инициативу. Далее ее должны одобрить на сессиях горсовета и заксобрания. А после проект закона подпишет губернатор. Эфир программы продолжает рубрика «Сводка». Это подборка ДТП с пострадавшими, которые произошли за минувшие сутки в нашем регионе. Невнимательная автомобилистка стала инициатором аварии в Искитиме. Женщина не обратила внимания на знаки и не притормозила, когда проезжала пешеходный переход. В этот момент по разметке шел мужчина. Иномарка наехала на человека. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами, ушибами и сотрясением мозга. Пассажирка автобуса сломала руку во время поездки. По предварительной версии, женщина не держалась за поручень. Когда транспорт проезжал трамвайные пути, пострадавшая потеряла равновесие и упала. Водителю пришлось завершить рейс, вызвать инспекторов и медиков. Один лихачил, а вторая внезапно выбежала на дорогу. Барабинский пешеход попала под колеса Короллы. По нашим данным, девушка переходила проезжую часть вне зоны разрешенного перехода. В тот самый момент из-за поворота на большой скорости выскочила Тойота. Водитель попытался затормозить, но было уже поздно. Пострадавшая сломала колено. Тем временем на улице Театральная ограничат стоянку автомобилей. Такие изменения связаны с регулярными жалобами местных жителей. Люди были недовольны тем, что водители оставляли свои машины на проезжей части. Некоторые даже умудрялись парковаться вторым рядом. Из-за этого на участке возникали аварийные ситуации. Поэтому с 21 апреля у дома номер один нельзя будет парковать и останавливать машины. На месте будет работать эвакуатор. Отмечу, что ограничение будет действовать только в ночное время. С 22 часов до 6 утра. А вот движение транспорта на улице Писарева наоборот планируют открыть через месяц. Об этом рассказал мэр Новосибирска на выездном совещании. Напомню, на участке под дорожным покрытием проходит магистральная теплосеть. Власти ее построили еще в 60-х годах прошлого века. За это время трубы пришли в негодность. Постоянно происходили аварийные прорывы. Поэтому власти мегаполиса приняли решение провести полную реконструкцию. Ее разделили на три этапа. В 21 году отремонтировали участки от Семишемшиных до Мичурина и далее до Красного проспекта. В этом году рабочие должны уложить новые трубы до улицы Татарской. Кстати, новая теплосеть должна прослужить не менее 40 лет. Общая стоимость объекта 68 миллионов рублей. По контракту работы с полным благоустройством, включая дорожное покрытие, должны завершить до 15 мая. Кстати, в администрации города сообщили, что в этом году в мегаполисе проведут ямочный ремонт больше, чем на 200 улицах. Всего на эти цели выделили 1 миллиард 837 миллионов рублей. В сумму входят работы по текущему ремонту дорог и более масштабные объекты. К примеру, обновление Дуси Ковальчук, проспекта Маркса и Гусинобродского шоссе. В ведомстве также отметили, что работы в городе пока не начали из-за погодных условий. К другим темам. Школьники из районов области пропустили уроки из-за затопленных дорог. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 28 случаев перелива талых вод. Все ЧП произошли в четырех районах. Краснозерском, Тогучинском, Устаркском и Скитимском. Глубина воды на дорогах составляет от 15 до 50 сантиметров. На места оперативно выезжали подрядные организации. Рабочие рассыпали инертные материалы, сделали отводы и откачали воду. Обочины не разрушены. Полностью дороги не перекрывали. Всего с начала половодия в регионе предотвратили последствия 57 паводков. Добавлю, что местным автомобилистам необходимо быть осторожными. На затопленных проезжих частях могут быть и скрытые ямы. А в ночное время при отрицательных температурах жидкость подмерзает и на участках образуется гололед. Это чревато заносами машин. Если вы заметили, что дорогу начинает подтапливать, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую ТУАД. Антикризисное предложение для тех, кому необходимо обменять права. Минэкономразвитие предложили дать таким автомобилистам несколько лет отсрочки. Речь идет только про тех водителей, у которых в течение 2022 и 2023 годов заканчивается действие водительского удостоверения. Чиновники хотят продлить им срок корочек еще на три года. Помимо этого, срок действия диагностических карт могут расширить на год. Правда, пока подобные предложения только на стадии обсуждения. Никаких постановлений еще не выходило. И в завершении программы рубрика «Две беды». Кадры ДТП, моменты которых оказались записаны на видео. Будьте внимательны на дороге. Кадры ДТП. 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 Продолжение следует... На этом выпуск ДПС на ОТС завершен. Ждем ваши истории и видеозаписи на почту. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и до скорой встречи в эфире.